Дом Павлова Немцы отмечают, что в этом доме проживали семьи высокопоставленных чиновников, руководителей торговли, облпотреб союза, а также высших офицеров из-за его привилегированного расположения. До войны здание было известно как дом советов номер 4 или дом специалистов. В сентябре 1942 года дом был атакован и взят вермахтом. Однако 23 сентября 1942 года из здания немцев выбила диверсионно-разведывательная группа сержанта Якова Павлова. Русские очень умело поработали ручными гранатами, вытесняя противника с огневых позиций в доме. Уцелевшие немцы были вынуждены убегать по открытой площади, при этом бойцы Павлова многих из них застрелили. Взвод Павлова занял круговую оборону в захваченном доме и несколько дней отражал атаки немцев, неся сильные потери. Можно сказать, что он был уничтожен за исключением четырех бойцов – Павлова, Лущенко, Александрова и Черноголова. Только 29 сентября 1942 года они получили подкрепление. 25 хорошо вооруженных солдат под командованием лейтенанта Афанасьева и много боеприпасов. Ночью они окружили дом Павлова минным полем и колючей проволокой. Здание превратилось в важный опорный пункт, перекрывающий пулеметным и снайперским огнем дорогу, площадь и выход к Волге. Немцы неоднократно пытались выбить красноармейцев из дома Павлова, в том числе и с привлечением танков. Здание было серьезно разрушено, однако контроль над ним вернуть так и не удалось. Обороняющие его солдаты снабжались боеприпасами и провиантом из нескольких прорытых ночами туннелей и траншей. Их боевые дозоры периодически скрытно выходили за площадь 9 января и в упор били оттуда немецкие танки из ПТР. С крыши и верхних этажей по немцам постоянно работали снайперы, в частности знаменитый Анатолий Чехов, так и оставшийся неуловимым. До сих пор непонятно, почему дом Павлова не был разрушен ни авиацией, ни артиллерией, а пехота пыталась взять дом в постоянно повторяющихся лобовых атаках. Сетует немецкая Википедия. Атаки эти успеха не принесли, красноармейцы не были выбиты из дома Павлова и 25 ноября 1942 года они были разблокированы, начавшимся советским контрнаступлением. Достоверной информации о количестве защитников дома Павлова нет. Вероятно, в разные фазы боя их было от 24 до 100 человек, говорит немецкая Википедия. В статье также особо отмечается, что помимо русских, среди защитников дома Павлова было не менее 5 украинцев, не менее 2 узбеков и грузин, а также по крайней мере 1 калмык, абхаз, таджик, татарин и еврей. Несмотря на отчаянное положение в круговой обороне, несмотря на то, что погибших даже похоронить было негде, боевой дух солдата Фанасьева Павлова был удивительно высоким. Легко раненые не пробирались ночью в тыл, а оставались на позициях вместе с товарищами. В часы затишья бойцы Афанасьева Павлова включали найденные в квартирах патефоны и слушали музыку. И они не просто сидели в обороне, но и совершали дерзкие вылазки, наносившие немцам серьезный урон. Дом Павлова широко использовался и в советской пропаганде, как символ упорного сопротивления советских защитников Родины в Сталинградской битве и всей Великой Отечественной войне. Если раньше Вермахт своей тактикой Блицкриха за считанные недели захватывал города и страны, то здесь за два месяца он не смог захватить один разрушенный дом. Подвиг красноармейцев широко освещался советской пропагандой, но немецкая Википедия считает, что советские историки рассказали не все. При этом незаслуженно забыли лейтенанта Афанасьева, который вообще-то руководил обороной дома Павлова с 29 сентября. Кроме того, советская пропаганда напрочь забыла и о том, что соседний параллельно стоящий дом совконтроля также захватила и удерживала в круговой обороне группа лейтенанта Николая Заболотного. Но раскрутили только дом Павлова. Дом Заболотного забыли, потому что немцам удалось его почти полностью разрушить и почти все защитники, в том числе и сам лейтенант, погибли. А вот фото с самолета, пролетающего над Волгой. Дом Заболотного немцы смогли разрушить, обрушить его крышу в межэтажные перекрытия. Дом Павлова устоял и был после войны восстановлен, а руины дома Заболотного снесли. Павлов и Афанасьев же остались живы и дошли до Берлина. Сержант Павлов летом 1945 года получил звание Героя Советского Союза. Лейтенант Афанасьев ничего не получал и остался в тени. Его знали и почитали только в Волгограде, где после войны жил отставной офицер. О широкой публике его имя осталось неизвестным. Дом Павлова был восстановлен после войны и до сих пор снова используется как жилой квартирный дом. Это было одно из первых зданий, воссозданных в разрушенной войной в Сталинграде, силами женской строительной бригады. Торец дома Павлова украшает памятник. А как вы считаете, в чем причина удачной обороны дома? Своё мнение пишите в комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всё это очень поможет его продвижению. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!